Театральная тема В Академическом русском драматическом театре, а значит и в нашем городе, случилось большое событие. Появился спектакль, о котором стоит поговорить. Называется он «Дракон». Театральная тема Слава солнцу, слава миру, да прославим радость мира. Хвала тебе, хвала тебе, прославим радость на земле. Слава солнцу, слава миру, да прославим радость мира. Хвала тебе, хвала тебе, прославим радость на земле. Слава солнцу, слава миру, да прославим радость мира. Слава солнцу, слава миру, да прославим радость на земле. Слава солнцу, слава миру, да прославим радость на земле. Дорогие сограждане! Слово предоставляется бургомистеру нашего города! Дальше так. Дорогие сограждане! Слово предоставляется бургомистеру нашего города! Ты уже это говорил. Я себя плохо чувствую. Это все знают. Кто все? Народ. А он здесь? Здесь. А бургомистер? Бургомистер это ты. Да что ж ты меня перебиваешь! Дорогие сограждане! Сегодня мы открываем торжества по случаю проведения заключительного этапа ежегодной общегородской программы «Избранница дракона»! И вручаем сертификат девушке Эльзе, подписанной самим господином «Драконом». Примите наше поздравление! Все свободны! Мои гости сегодня режиссер-постановщик этого спектакля Николай Антонович Кравченко и очаровательная актриса Таня Моджук. Как-то ни разу мы не представляли вас на телевидении, поэтому скажите, кто вы, что вы и как пришли? Я пришла в театр четыре года назад, прослушалась, и Николай Антонович взял меня. Работаю четыре года. Есть маленький багаж ролей. Одна из моих любимых ролей – это спектакль «Дракон» Эльза. Николай Антонович дал мне возможность там участвовать, открыться. И я надеюсь, у меня получилось. Блистать! Ну что, я посмотрел этот спектакль, и сразу же, самое начало, мы его сейчас посмотрим, да, оно сразу же каким-то образом настраивает на то, как художественно, исполнительски, как приемно будет работать труппа театра в этом спектакле. Давайте посмотрим. Единственный способ избавиться от дракона – это иметь своего собственного. А еще раз можно? Про что? Про дракона. Единственный способ избавиться от дракона – это иметь своего собственного. Прощайте, господин архивариус, мы с вами больше никогда не увидимся, потому что я постоянно странствую. Но ведь вы не цыган. Нет. Вы странствующий рыцарь? Нет. Мой далекий предок был знаменитым монцеллотом. Когда я об этом узнал, то пустился в странствие и начал совершать всякие несуразности. Пока мне не надоело. Странствовать? Нет. Быть рыцарем. Я начал завидовать рабам. Они все знают наперед, у них твердые убеждения. Наверное, потому что у них нет выбора. А рыцарь всегда на распутье дорог. Мне пора. Николай Антонович, вот скажите, пожалуйста, пьеса Евгения Шварцева, когда была написана? Я боюсь сказать неправильно, но, по-моему, в довоенное время еще. Даже в довоенное время. Да, в довоенное время, потому что она и ставилась раньше. К стыду своему я сейчас просто не помню. Хотя работал долго и как бы знакомился с биографией Шварца и с этим знаменитым ледовым походом, в котором он участвовал. Он ведь был белым офицером. Участь, которая постигла многих людей, которые были вот такими, как он, его миновало. И он стал, он адаптировался в том советском времени, хотя пьеса «Дракон», она, в общем-то, с достаточно сильным двойным дном. Я просто почему спросил у вас это дело? Мне интересно, что на дворе, какая была политическая сила тогда? Где? В Советском Союзе? Виктор Данилович, ну, понимаете, пьеса, как пьеса Шекспира «Ромео и Джульетта», она и пьеса «Дракон» Шварца, она потому и является классикой, что она не имеет, собственно говоря, времени. Там не обозначено конкретное время. Ну да. Вот, как в «Собачьем сердце». То есть мы формально где-то предполагаем, что это было в какое-то время, но на самом деле мы говорим о той трансформации человека и о тех проблемах, которые существуют вечно, а не вне времени. Поэтому пьеса «Дракон», ну, я вам скажу, если вы обратили внимание, то идёт она не во многих театрах. Если взять, допустим, современную Украину, то её нет в репертуаре ни одного театра. Если брать театры Советского Союза в прошлом, то она ведь тоже не так часто шла. Я и говорю, как случилось, и когда вы подошли, вспомнили, что есть такая пьеса, подошли и сказали, я буду её ставить. Виктор Данилович, ну, во-первых, я должен каким-то образом всё-таки реабилитироваться и перед теми тысячами зрителей, которые сидят сейчас сегодня перед экраном и слушают нас, вы сказали, что наконец-то пришло время, когда можно поговорить о театре, появился спектакль. Таким образом, вы зачеркнули всю предыдущую творческую жизнь. Спасибо. Нет. Ну, нельзя же так. Нет, хорошо, давайте я немножко поправлюсь, позвольте. Не надо, не надо. Нет, вы знаете... Давайте будем говорить всё-таки о том, как возникло. Это тоже об этом. Всё-таки это тоже об этом. Так получается, что провинциальные театры, пусть это тоже будет для вас не обидно, я сам из провинциального телевидения, как-то... Да и из столичного театра. Я не знаю, Танечка, но если он из провинциального телевидения, то вы из столичного театра. Почему мы сюда пришли вообще? Слушайте, ну я говорю, что где бы то ни было, в Киеве, в Николаеве, в Харькове, везде, вдруг идёт вот в одном из театров или во многих театрах время такое, понимаете, что раз-раз-раз, ничего-ничего-ничего-ничего, так это не только в театре. Это и в литературе, и в искусстве, и везде. И вдруг оно, что-то происходит в обществе, что-то происходит среди людей, какой-то слом каких-то событий, которые на общество каким-то образом повлияли, и вдруг появляется произведение искусства, которое заметили сразу все. Ну всё правильно, да, естественно. Вот мы же с вами можем вспомнить, когда появился фильм «Бег». Вы помните? Ну да. Какое-то событие было, да? Да. Какое-то событие. А пьеса тоже, бог весть, когда было написано? Да, 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 вот появился. Опять-таки, когда появился фильм «Собачье сердце», да? Тоже же ведь это не того времени, не сразу было. Когда появилась рок-опера «Юнона и Авось». Вы помните, как мы упивались, прослушивая эти пластинки, как это свежо и необычно. Наверное, вот приходит какое-то время и, ну, как бы кристаллизуется всё, что там происходит, и оно вот выходит в какую-то форму, в какое-то содержание особое, нужное для этого времени. Я вам скажу, что, в принципе, у нас сезон идёт этот спектакль, один сезон. Он не так много был показан. И работал я над ним три года. Вот. До этого я работал три года. Почему? Ну, я не знаю. Это вот, наверное, каприз такой. Захотелось поставить именно этот материал. Почему этот материал? Я брался за него. Я проводил читку с актёрами. Мы садились за стол, читали пьесу. Потом я понимал, что из этого ничего не получится. И на три-четыре месяца, слава богу, что я работаю художественным руководителем, они очередным режиссёром, перед которым поставили план и сказали, вот в таких-то рамках ты должен войти в эти рамки. Слава богу, что так получилось. И я мог отодвинуть, хотя занимался в это время другими постановками. А когда вы от руки начали писать? И потом я начал переписывать пьесу, хотя, собственно говоря, вряд ли это можно назвать переписыванием. Это всё-таки я делал некий вот такой вот общий сюжет или общую эстетику литературного материала, основываясь на пьесе Шварца и на сценарии Горина, по которому Марк Захаров поставил свой знаменитый фильм «Убить дракона». И это тоже было событие в кинебатографе. Хотя неоднозначно люди, которые знают кинематограф, которые его знают не со стороны красивых сюжетов, а со стороны глубинных процессов, которые там происходят, не все однозначно относятся к этому фильму. Есть там и критики. Вы имеете в виду? «Убить дракона» Захаровского. Захаровский, да. Я его посмотрел внимательно. Вы знаете, вы, как театральный режиссёр, просто браво вам, конечно. Вы действительно уверенно, уверенно сделали своё художественное произведение театральное. И я пришёл, чтобы убить тебя. О, шутит, господин дракон! Я просто забыла вас предупредить об этом! Хотите, я ещё раз дам вам лапку? Господин дракон! Как здоровье? Очень хорошее! Здоровье у меня очень хорошее! Жаль, чего? Я вызываю тебя на бой, ты слышишь, дракон? Что? Послышалось! Я вызываю тебя на бой в третий раз, ты слышишь? Дурак! Ну что, молчишь? Страшно? Нет! Нет? Нет! Вас зовут Ланцелот? Да! Вы подобок известного странствующего рыцаря Ланцелота? Да, это мой дальний родственник. Принимаю ваш вызов. Странствующие рыцари, те же цыгане, и вас нужно уничтожать. Я уничтожил 809 рыцарей, 905 людей неизвестного звания, одного пьяного старика, двух сумасшедших, двух женщин, мать и девку, избранных мной. Кроме того, вновь было уничтожено шесть армий и пять мятежных толков. Садитесь, пожалуйста. Благодарю вас. Может, обсудим условия поединка? А-а-а! 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 Мы давно уже убиваем без всяких условий. Новые времена, новое веяние. Стоять! А-а-а! Стоять! А-а-а! Стоять! Листья на деревьях стали коричневыми. К рассвету огромные черные грибы, их называют гробовиками, выползли под деревьями. Вслед за ними из-под земли выполз я. Я сын войны. Война – это я! Кровь мертвых гунов течет в моих жилах. Это холодная кровь. Вы против меня. Значит, вы против войны? Ну что? Я воюю всю жизнь. Вы чужое здесь. А мы издревле научились понимать друг друга. Весь город будет смотреть на вас ужасом, а потом обрадуется вашей смерти. Вам предстоит бескландная гибель, понимаете? Нет. Я вижу, вы грешительны по-прежнему. Даже больше. Вы достойны противникам. Благодарю вас. Я буду воевать с вами всерьез. Отлично. Это значит, что я уничтожу вас немедленно. Сейчас здесь. Но я без оружия. А вы хотите, чтобы я дал вам время вооружиться? Я же сказал, что буду воевать с вами всерьез. Я нападу на вас внезапно. Сейчас. Эльза, принесите метелку. Слушаюсь, господин Дракон. А зачем? Я сейчас испепелю этого человека, а вы выведите его пилом. Вы боитесь меня? Я не знаю, что такое страх. Тогда почему вы так спешите? Дайте мне сроку до завтра, и найду себе оружие, и мы встретимся на поле. А зачем? Чтобы народ не подумал, что мы трусы. Народ? Народ? Народ ничего не узнает. Эти будут молчать. Вы умрете сейчас храбро, тихо и бесславно. Так вот, когда появился этот фильм, это было время, его время. И когда я работал над материалом, над драматургическим, мне кто-то сказал, ну вот такое лёгкое предостережение. Мне сказали, что, а вы знаете, что Захаров после своего фильма «Убить дракона» больше не поставил ни одного фильма. Я не знал этого, правда? Да, ну вот, такая у меня информация. Опять-таки, глубоко я не вникал в этот процесс, не стал перепроверять относительно Захарова. Я ответил, что если у меня спектакль получится, ну хотя бы приблизительно такой же, как фильм Захарова, то я согласен больше не ставить. Захарова Разведение личности, аротование. Но при всём этом бургомистер нашего города. Избираюсь 17-й раз подряд. Пожизненно предупреждаю, что никаких дел со мной иметь невозможно. Я говорил вам это. Мы с вами первый раз видимся. Чёрт, памяти уже никакой. Думаете, легко быть бургомистом три дракона? Вот. Я убью дракона, вам станет легче. Легче? Легче. То, что вы осмелились вызвать господина дракона, не счастье. Дела были в порядке. Господин дракон своим влиянием держал в руках моего помощника, редкого негодяя и всю его банду. Теперь всё перепутается. Господин дракон будет готовиться к бою и забросит тела городского управления. Да поймите же вы несчастный человек, что я спасу город. Город. Город, город. Мой помощник такой негодяй, что я пожертвую двумя городами, только бы уничтожить эту сволочь. Лучше пять драконов, чем такая гадина, как мой помощник. Умоляю вас. Уезжайте. Я уеду. Поздравляю вас. У меня припадок катается. Я спасу всех, поймите. Нет, я не понимаю вас. Кто вас просит драться с ним? Весь город этого хочет? Да. Посмотрите сюда. Лучшие люди города прибежали просить вас, чтобы вы убирались прочь. Где они? Вон. Уживутся у всех. Подойдите ближе, друзья мои. Да, да. Почему они этим подзываются? Чтобы не действовать у меня на нервы. Друзья мои, скажите вам заводу, что вы от него хотите? Ну, раз, два, три. Уезжайте прочь от нас. Уезжайте прочь от нас. Все по типу голоса вы, а я не уеду. Не подчините сегодня народам. Это не народ. Это не народ. Это хуже народа. Это лучшие люди города. Иерона. 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы знаете, что я заметил? Вы настолько своей концепцией поставили актера в ритмические обстоятельства таким образом, что им иногда нужно произносить больше, чем они умеют или чем они научились. Иногда это очень трудно делать, понимаете? Ну, вот так получилось, понимаете? Они даже не очень не выговаривают, поэтому они иногда переходят на крик, понимаете? Ну, это эмоции захлёстывают, иногда бывает такое. Ну, мы делаем корректировки после каждого спектакля. Да, иногда человек переполненный эмоциями, и он не может себя сдержать. Да, ну, это так, кстати, это всё исправимо. Давайте сейчас поговорим вот немножечко о постановочных вещах. Ну, вот я ещё наблюдал, так иногда проходил, когда вы репетировали, вы работали с актёрами, а ваши девочки работали постановщиками. Ну, это не танцы, я буду считать, это... Пластиковые. Пластиковые. Вот давайте сейчас посмотрим вот одну эту вещь, а потом продолжим разговор. Давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слушайте приказ о избежании эпидемии глазных болезней, и только поэтому на небо смотреть воспрещается. Все, что происходит на небе, вы узнаете из новостей, которые будет освещать личный секретарь господина Дракона. Вот это правильно! Доброе утро! Мам, почему не застреливайся? Мальчик, не верь своим дотам! Не верь тому, что тебе скажет, если печать господина Дракона! Я Димаш! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание! Слушайте обзор новостей с поля боя! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание! Слушайте обзор новостей с поля боя! Бой близится к концу! Противник потерял меч! Копье его сломано! В ковре самолете обнаружена боль, которая с неевиданной скоростью уничтожает летные силы! Господин Дракон не уничтожает врага только из-за любви к войне! Он еще не расширился подвигами! И не дымовал чудесами собственной храбрости! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин